Проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в столице уже не первый год, должен привести в порядок 85% городских улиц. Так, в железнодорожном районе обновили асфальтовое покрытие на 12 участках. Местные жители, проживающие по улице Краснодонская, давно не видели хорошего асфальта. Раньше в этом месте дороги и тротуары представляли просто месиво из выбоин, грунта и камней. Однако сегодня ситуация переменилась в лучшую сторону. Ранее дорога находилась в очень плохом состоянии. Были многочисленные жалобы от местных жителей, от автовладельцев, которые приезжают транзитом на следующую улицу. Здесь было обустроено асфальтирование проезжей части и асфальтирование отстойной разворотной площадки. Также разворотную площадку сделали и на конечной остановке по улице Яковлева-Туполева. Местные жители постоянно жаловались на транспорт, который останавливался возле дома. Администрация города услышала их просьбу. Жители обращались к нам с неоднократными просьбами для того, чтобы мы организовали отстойную разворотную площадку в ином месте, поскольку им все-таки доставляют неудобства выхлопные газы, также шума двигателей. Сейчас в рамках ремонта на Туполево-Яковлево была обустроена эта отстойная разворотная площадка, что позволяет нам снять нагрузку с той территории, которая раньше была использована водителем. Помимо этого и на тех же улицах заменили дорожное покрытие. Можно сказать, это событие долгожданное, ведь здесь, кроме ямочного ремонта, местные водители ничего не видели. Уже очень много лет просто ямы заделывали, но это буквально до первого дождя было. После того, как сделали, прям вообще комфортно стало ездить. Этих ям уже нету, выбоин нету. Постепенно налаживается дорожная обстановка и в Советском районе. Людмила Александровна живет в Тулунже почти 20 лет. Раньше на улице Грульбинская об асфальтовых тротуарах и дорогах могли только мечтать. Федеральный проект зашел в гости и изменил здесь все. Мы очень рады, дороги стали хорошими. Раньше было все ямка на ямке, поэтому мы благодарны. Уделяли внимание в этом году и магистральным направлениям. Так ремонта дождалась одна из самых длинных и загруженных улиц – Иволгинская. В этом году на нее потратили большую часть бюджета – почти 93 миллиона рублей. Очень радует, что с каждым годом в Улан-Удэ увеличивается количество отремонтированных дорог. Если говорить о Советском районе, то всего с начала реализации данного национального проекта отремонтированы 23 улицы. Теперь автомобилисты могут быть спокойны и на Ключевской. Здесь от остановки товара Бурятия до улицы Сахьяновой также заменили покрытие. Главное изменение стало расширение дороги после остановки интерьер. Теперь выезжающий общественный транспорт не мешает основному потоку. Октябрьский район – один из самых густонаселенных в городе. И отдаленных направлений в нем хватает. Поэтому добираться до города люди должны быстро и, главное, безопасно. В этом году в микрорайоне Забайкальский отремонтировали продолжительный участок по улице Совхозная. Могу сказать только одно. Дорогу, конечно, у нас качественно хорошо положили. Я, как сама автомобилист, могу сказать, что мне стало комфортно и удобно ездить по нашему полотну. Кроме дороги здесь сделали и остановочные карманы для маршруток. Теперь жители спокойно могут дожидаться своего автобуса. В целом, можно сказать, что дорожно-ремонтная кампания в этом году подходит к своему логическому завершению. На большинстве участков подрядной организации закончили основные работы. Сейчас администрации районов проводят приемку. Всего в 2023-м на дороге потратили почти 700 миллионов рублей. Базаришаев, Батогармын, Новости дня.